Ну что, ребят, давайте продолжим на шестой этап Формулы 1 на гран-при Монако. Собственно, Монако. И полностью посвящённый этому этапу видео. Уже довольно интересно, потому что Монако всё-таки это лица-отконка, где происходит куча обгонов и тому подобное. Хотя, и такое порой бывает. Собственно, в квалификации спокойно пролетают через все сегменты. Первое место, вау. Ничего, собственно, нового. Сиротка у нас летает в втором сегменте, и также отлетает в втором сегменте у нас Ким Райкнен. Ожидание на гонку, то, что я просто буду лидировать, и всё. Никакой борьбы, потому что это Монако. Здесь, проще сказать, где можно опередить, чем где нельзя. Хотя на остальных трассах, наоборот, проще сказать, где нельзя, где можно. И, собственно, поэтому я понимал то, что, скорее всего, я просто буду оторваться от всех, потому что у меня просто дикий темп, и я, опять же, привёз в третьем сегменте противникам почти секунду каждому. Соответственно, мне никто не сможет помешать. Да и в Монако тут это гонка, в которой побежит тот, кто выигрывает квалификацию, по большей части. Ну, бывают исключения, но по большей части, всё-таки, кто стартует первым, тот и приезжает первым обычно. По стартовой решётке я на первом месте, на втором – Даниэль Риккардо, третий, Вальтери Боттонс, четвёртый, Макс Ферстаппин, пятый у нас. Льюис Хэммерсон, шестой – Себастьян Феттли, седьмой – Николай Хюлькмирок, восьмой – Забанакон, девятый – Алонсо и десятый – Сайенс. Такая топ-десятка, никто у нас пока не берёт дополнительные элементы, поэтому сервис Хэммерсон стартует с одиннадцатого места. Но у него есть преимущество в том, что он выбирает стратегию себе, в отличие от меня. Ну, в принципе, я специально ехал на стратегию в два пидстопа, потому что в один это неинтересно, я просто отвусь от всех, скорее всего, на один круг. Соответственно, в два пидстопа, окей, я более-менее буду ехать в одном темпе со всеми гонщиками, потому что те, кто поедет на один пидстоп, они будут иметь преимущества за счёт этого пидстопа. Я же буду просто иметь хороший темп. По отношению к ним, возможно, я за счёт темпа и выиграю, ну, и загораю за красный огонь. И старт был дан, я, в принципе, более-менее плохо сорваюсь с места Риккарда, чуть-чуть похуже меня, и в первом повороте я очень рано торможу, но всё равно оставлю искусственно в своём первом месте. Собственно, после того, как меня никто не прошёл в первом повороте, я смогу спокойно сказать, что меня никто не придёт и дальше. Позади, в принципе, все прошли более-менее идеально первый поворот и подъём на горку в особенности. Хотя были моменты в виде Себастьяна Феттеля и Николю Филтенберга, которые шли бок о бок, и при этом каких-то чудов друг друга не поубивали, хотя на прошлом Монако всё-таки меня Кими успел и умудрился, значит, убить в этом повороте слегка. Собственно, первый круг и как, в принципе, выглядит подобная гонка. То есть я просто весь круг еду в гордом одиночестве, в первом секторе с ботами я еду более-менее в одном темпе, но потом уже начинаю оторваться жёлтые флаги из-за того, чтобы ты просто чуть-чуть не полностью останавливаться. Это нормально в Монако, во-первых, в кругах. Потом, по спине, тот растянется и этих жёлтых флагов не будет. Собственно, еду. Да, Риккардо позади меня едет, но вот после середины гонки я уже начинаю оторваться. Просто из-за того, что у меня есть очень хорошая динамика, большая прижимая сила, что это позволяет проходить быстро довольно эти повороты S-образные. Ну и под конец круга я просто уже привожу Риккардо где-то почти полторы секунды, и как бы всё, что ты с этим сделаешь? Да ничего. В принципе, ещё у меня устраивает тот факт, что Льюис сейчас едет на четвёртом месте, то есть я буду дальше и дальше сейчас оторваться в турнир-раблице. В третьем кругу я уже был в двух секундах, но совершая ошибку в медленном повороте из выхода из туннеля, я задеваю левым задним колесом чёртов отбойник, не ломаю самую главную подвеску, и по итогу меня разворачивают, меня въезжает Риккардо и ломает мне и себе переднее нити крыло. Как итог, мне надо ехать в боксы, Риккардо надо ехать в боксы, мы теряем на это кучу времени, потому что она всегда опережает, и меня также ещё задерживает Риккардо. Окей, в этот момент я вспоминаю, ага, это Монако, а переезжать здесь крайне трудно. Отлично, то есть, по сути, вся гонка сейчас переворачивается для меня, потому что я, может быть, теперь не смогу даже вернуться на первое место. В какое-то время мы с Риккардо догнали Гасли, точнее, Хартли, и между нами с Риккардо завязалась бюро, потому что Хартли оттормаживал Риккардо. По итогу мы пришли бок о бок в какой-то момент, и в повороте, в принципе, тут возможно только опередить кого-либо, я его с ним поравнялся. И по итогу вышел вперёд, также с Хартли получилось так, что в первом повороте я срезал его немного, опережая его, и также успел ещё опередить Хэмилтона, который, по сути, у нас был лидером, так сказать. Но по итогу, даже с тем пистопом, я возвращаюсь в гонку на первое место, так сказать. В какое-то время я догнал уже и группу, которая была впереди, которая идёт на одном пите, начинался Эриксон, и, собственно, опять же, медленные болиды здесь труднее опережать, даже чем быстрые, как по мне, потому что они тебя более сильнее замедляют, и из-за этого ты теряешь больше времени на круге. Но всё-таки мне повезло то, что, как обычно, я в этом же повороте опережаю его. Это самый распространённый поворот, где можно опередить кого-либо. Ну, на корнях можно ещё попробовать, и как я с Гасли сейчас в шпильке. Но это надо прям залетать туда очень жёстко, ну и повезло, что я ничего себе не сломал. И Гасли тоже. По итогу опережаю его, и выхожу уже на восьмое место. На сравнении, что прямой опять срезаю первый поворот, я вхожу и в андорную. Ну и всё. Передо мной уже противники были в небольшом отрыве, потому что пока я там занимался в андорном, там, где товарищи Хасли нас просто оторвались. Магнуса я обошёл без каких-либо проблем. Да, я там опять срезал, но без этого никуда, потому что трасса крайне узкая, и тут только если ты срезаешь, ты сможешь кого-то опередить. С окружанным тоже довольно просто я разобрался, в том же самом повороте, без каких-либо проблем. С небольшим контактом с обойником, но самому что не сломал перед антикрыло. При этом уже на этом же круге выходит большая часть гонщиков, которые шли на 1-бит в боксе. Остаётся Райканен на суперсофте. Мне это что-то даже напоминает прошлогодний этап. Когда Райканен был за мной, я перед ним. Ну и тут ещё произошло только у меня, что я заузил траекторию и развернул Райканина. Просто по итогу Райканен не смог никак развернуться, пытался кое-как развернуться, по итогу там начали друг друга народ убивать просто. Вот сейчас Серовским приезжает, и бац, минус окон, отлично. Потом ещё в Вакона въезжает Леклер, в Леклера там тоже въезжает Хас, ну и так далее. По итогу куча мала, игра начинает уже превращать все гонщиков в прозрачных, чтобы избежать таких больших потерь. Ну и по итогу у нас мы потеряли в этой, так сказать, кровопролитной аварии большую часть гонщиков, точнее не большую часть, а семерых. И большую часть при этом ещё повредили свои болиды, из-за чего они заезжали на пистоп, из-за этого, опять же, Пересу, Гасли, повезло, они отделали, не получили никаких повреждений, и Серовским тоже, кстати, не получили никаких повреждений, и по итогу они оказались на втором, третьем, четвертом месте. Рестарт после сейфти-кара, который у нас выехал на трассу, хотя он был бесполезен просто, потому что смысл от него. По итогу, потому что запчасти просто валились в этом же повороте, вот, валяются покрышки, антигрейли и тому подобное. Ну и 13 кругов я просто ехал в гордом одиночестве. Всё. Догнав уже круг в круг, просто большую часть пелотона, которая у нас осталась в живых, именно пару Хасов, Рено, пару... А, нет, один этот был, Феррари, Торо-Рос и тому подобное, я просто их начал опережать на круг, из-за того, что синий флаг. С Макдуссиным всё было нормально, у меня сразу пропустил стартничный прямой, но Грожан, вот, Грожан постарался так на славу, он даже воспользовался этим моментом, то есть он пропускает меня, но потом резко давит гашетку и проходит сразу и Саенса, и Ферстаппина. Ну вот, просто идеально. Также я вот тут потихоньку их проходил тоже, блин, потому что не самая лучшая часть трассы, где я смогу какое-то определить всё-таки, но синие флаги, и мне всё-таки уступают при этом дорогу. Всё-таки я впереди в большей части пилотона, я догнал ещё и последний круг Хэмилтона, Эриксона и Сироткина. Прохожу Хэмилтон даже так вот, на круг, хотя вот только шестой этап, а уже мы проходим Мерседес на круг, эх, ля пота. Но, ладно, всё-таки Хэмилтон уперся в Заубер, из-за этого он крайне медленно ехал, а Заубер свою очередь уперся в Сироткина, что довольно интересно. Сироткина я решил не опережать, я решил просто поравняться с ним и так, тем самым финишировать. Но, к сожалению, поравняться-то я не сумел с ним, но, окей. Всё равно, первое место за мной, четвёртое за Сироткиным, что очень хорошо, мы набираем много очков в Кубке Конструкторов, Мерседес наоборот позади нас, что опять же, для нас очень и очень хорошо. Мне, как обычно, Монако радуется необычным результатом, это единственный этап, где, в принципе, гонщики на слабого болидах могут приехать на высоких позициях, из-за того, что лидеры едут на два питстопа, одни на один. И, собственно, нас тут, конечно, не из-за этого, по большей части, а из-за того, что у нас случился затор в начале третьего сектора. Ну, да. Заузил траекторию, конечно же, опять же, ну, блин, бывает. Я думал, наоборот, у нас было достаточно места, да и он мог отрулить чуть левее, и всё было бы окей. Ну, что случилось, то случилось. Окей, я остался на первом месте, и ничего себе не сломав. Хотя, вот, когда была авария в прошлом году, в прошлом сезоне, то всё-таки, там, и я пострадал, ну, в первую очередь, я, и Райконен. Тут, пострадал, в основном, только Райконен. Ну, и ещё, 7 болидов. Тогда, вроде бы, кроме нас двоих, ещё парочки болидов никто не пострадал. Ну, и, всё-таки, вы пришли видеть, Туророса на подиуме, и Форс Индия. Для них, это неплохие очки, для нас, это тоже очень хорошие очки. Собственно, на этот этап, у нас, в принципе, всё хорошо, также кучу штернафов, просто, все получают, из-за того, что кто-то не отбыл стоп-он-го, кто-то не подчинился синим флагам. И это, я напоминаю, про Грожана, который, умудрился заработать все две позиции, специально ещё. Но, при этом он, вроде бы, да, он сохранил две позиции, за счёт того, что там тоже были штрафы. У Кими просто, три штрафа, по пять секунд, за стоп-он-го. И, это просто, я никогда столько ещё, пока не видел штрафов, в этой игре. Просто, на одну кругу, куча штрафов, нет бытых стоп-он-го, просто. Ну, хотя, стоп-он-го, вот как обычно, боты их не отбывают, потому что, пять секунд, потерять на штрафе, либо потерять больше, почти двадцати секунд, на самом пидстопе, который когда-то проезжаешь. И, по итогу, имеем, что имеем. Да, мы потеряли шестерых, аж, в этой гонке, ну, что ж, бывает. Также, пока, чай эти гонки, просто зарабатываем кучу ресурсов, за что мы выигрываем два соперничества, делаем одну задачу ещё, и также зарабатываем под конец гонки. По итогу, за всю гонку, заработано было, где-то, две тысячи ресурсов, что очень хорошо для нас, потому что мы можем дальше, обгородить свой болид. И также, на следующий этап, у нас уже, мы продолжим прокачивать свой двигатель, потому что у нас приедет уже, значительное обновление. В шасси, я, также продолжаю прокачивать, износ шин, и также, я решил взять, износ коробки, уменьшить, потому что, коробка изнашивается, на одном этапе, уже на одиннадцать процентов, а не на десять, как это было. И, есть такой небольшой шанс, что коробка, просто может быть, отскажет, в одном этапе, то есть, не будет там включаться нужной передачи, и по итогу, я буду терять из-за этого темпа. Вот. Поэтому, беру одно, два мелких обновления в шасси, и также, уменьшаю шанс, провала, модификации в двигателе. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока.